Там, где раньше была разбитая плитка с советских времен и подуставшая уличная мебель, теперь современное общественное пространство. Сейчас на его территории заканчивают укладку тротуарной плитки, закрепляют скамейки и убирают строительный мусор. За этими процессами наблюдает целая делегация проверяющих. Они осматривают строительную площадку. Первое, на что обращают внимание, это скорость и качество проведенных работ. Очень хорошо, и это положительно воспринимается гражданами, жителями города Севастополя, что у нас в городе решаются вопросы, связанные с благоустройством. Я буквально год назад принимал участие на этапе проектирования, мы ходили, обсуждали, приглашали жителей данного района, выслушивали пожелания, чтобы они хотели видеть. За год сделано очень много, очень много на самом деле. Не обошлось в этот день и без ложки дегтя. Самой обсуждаемой темой стало хаотичное движение коммерческого транспорта по пешеходным зонам и прилегающим к ним территориям. Борьба с недобросовестными предпринимателями в районе кинотеатра Москва продолжается вот уже несколько лет. Не помогли даже ограничивающие движения полусферы. Бетонные конструкции водители просто сдвигали. Мы технически пытались сейчас обсуждать, что можно сделать, чтобы с одной стороны скорая пожарная, как положено, по нормативу могли проезжать, а остальные нет. Это, конечно, сложный вопрос. Но здесь хочется обратить внимание. Мы обсуждаем сейчас вопрос о снижении, вернее, о сохранении сниженной ставки налогов для таких вот предпринимателей из небольших магазинчиков. Но при этом хотелось бы видеть в ответ уважение к каким-то городским нуждам, к нуждам тех, кто живет рядом с их бизнесом. Благоустраивать прогулочную зону продолжат и после ее открытия. По словам Татьяны Щербаковой, в обновленных скверах необходимо будет смонтировать дополнительное уличное освещение. С такой просьбой парламентарии обратятся в Горсвет. Владислав Ивенин, Александр Тарасенко, Новости Севастополя.